здравствуйте друзья мы в санта-круз вот тут нас тут томик наш портнов мистер портнов томи мы идем погулять понедельник потому что понедельник с утра у нас дома сани вели приходят люди убираться и ну как бы мы там лишнее в этот момент поэтому мы за ночевали санта-круз и вот поедем там может быть через пару часов сколько сейчас свет . да ну может быть часов 11 утра да посмотри вот 11 ровно значит мы вышли погулять и у нас тема какая собачья света что мы будем обсуждать только ты стоишь не с той стороны где у меня микрофон так говорит ну мы сейчас находимся до в таком как бы собачьей тематике потому что мы первый раз мы приехали на дачу здесь все не обустроено совсем было да и мы приехали поздно ночью потому что нам нужно было собрать все его монахи и свои тоже сюда приехать на пару ночей но в общем до сих пор не очень понятно как это здесь все обустроить но мы но он поспокойнее что вот что интересно получилось на самом деле причем получилось случайно да а у нас дом где все оборудовано где у него есть свое место на улице да он там очень-то проводит у него много места на улице он там спит да ну с одной стороны бегает и у него есть такое где побегать а с другой стороны у него есть место где он сам играет кушает спит и так далее так вот получал такая история что каждый раз когда мы туда к нему приходили поиграть он так радовался что становился бешеным просто от радость начинал и покусывать и попрыгивать и все совершенно невозможно было с ним проводить время потому что не могу угомониться все потому что его забачье сердце было переполнено радостью наконец и это друзья флегматичный пес так но у нас дома нету эти дом большой если его отпускать по дому то за ним не уследишь не нужно ходить за ним след провода там много всего да да и много комнат невозможно уследить поэтому там мы его чтобы не пускаем ходить по дому что у меня попало это что-то но но так что давай не пускаем водить потом а здесь задача дом маленький да основном одна большая комната в которой мы находимся все время остальные друзья комнаты закрыты дверью чтобы он там не ходил закрыты но мы там и не бываем мы вдвоем сидим в спальне там на дом прием в своем офисе он спит со мной в моей спальне у меня своя спальня есть и он там спит своей будочки крыть и и так как совершенно без всяких колыханий нормальный список я даже не получил здесь большая комната есть большая дверь во двор да и все это рядом то есть его можно выпустить во двор мы пускаем и только на палатке чтобы он сильно там не бегал по двору на забор дырявый уже мало того тут в 10 вот это что называется вайлд лайф то какие-то вороны пытаются по склевать у него из миски он а 0 внимание фунт презрения этих ворон а у меня беспокойство не тоже ворона корм съест а в том что заразу занесет конечно же где эти вороны очень интересный там ползал шмель который по какой-то причине мог взлететь да и он с очень большим интересом наблюдал за сегодня ползал интересов но не лаял не кидался ничего не был попыток у него что-то такое сделать она ворона вообще не обращал внимание не клевали его еду и он даже звука не издал 1 ворона нахальная она так склюнет отскочит на метр там съест под опять подпрыгнет раз туда клювом вот так получилось на собака совершенно стало вообще вменяемая потому что он находился много времени мы следили когда он там сделает свои дела на улице запускали его в дом в этой большой комнате с нами находился вполне себе вменяемый мы даже стали вы немножко тренировать у него не было таких приступов когда он там носился неугомонно там и так далее совершенно спокойно собак себя вела потому что с нами вместе но вот надо понять как это организовать дома это тоже было достаточно безопасно и но он еще он конечно друзья повзрослеет немножко перестанет жрать провода он приучится проситься когда нужно куда-то выйти они так чтобы вы должны угадывать это все впереди это все впереди да но вот во всяком случае какие такие моменты радостные у нас уже есть и если поначалу просто он съедал все наше внимание то сейчас у нас есть много возможностей там и поработать в его присутствии и там телевизор посмотреть и так далее он в общем так хорошо относится мы его как можем тренируем немножко нам как сайт кинолог да девушка их красиво там и в коляске через окошко тут она как я с ними здесь когда подержать должен вот девушка из минска я ее называл бридером но она она мне поправляет агитационные не столько бридер сколько кинолог вот вот томик там пожалуйста вот она кинолог она нам дает всякие там задания упражнения видео показывает мы вчера делали очень успешно вот такое упражнение на привлечение внимания то есть вот значит поворачиваешься спиной он отбегает и начинает смотреть тем в глаза берете нет вот насчет смотрели глаза это интересно значит очевидно насчет того что это порода такая она селекционная дизайнерская дизайнерская он не смотрит в глаза то есть он-то настолько сабмиссия как сказать сабмиссия ну поддается поддается подчиненный что он не ловит ай-контакт совсем он глаза смотрит в сторону но никогда не делает вот такой прямой вызов глядя в глаза наша предыдущая собака именно вот нас все время смотрела в глаза напрямую и могла и рычать там и все такое проще то есть это был у него глаза не смотрит поэтому не очень понятно как про нет но он может тоже посмотреть в глаза но если ты сидишь в руке корм и он больше смотрит на руку с кормом а вот они летают пожалуйста вот они да который это вот с тем чтобы он посмотрел в глаза тут у нас возникает проблема такая что он глаза не очень смотрит но он поворачивается да то есть он отбегает сразу отбегает но это происходит не более двух-трех раз то есть наверное его внимание не хватает он маленький но может быть со временем он еще и не пищи какой-нибудь по собачьим делам отвлекается хватает там свою косточку и просто удирает хорошее поведение обычно такое правильное когда ты его тренируешь или что-то ограничено вот каким-то моментом например вот я его там бросал у нас во дворе чтобы мне много не бегать я ему бросаю там игрушку он за ней бежит мне отдает но я его естественно прикармливаю но это все до какого-то момента потом я его бросаю игрушку он уже никуда не бежит ляжет и устаёт устаёт конечно что у него пыток положить собакой да он не пытается вот так сводить зубами не отдавать приносит и бросает то есть может быть она так играла с нами но он хороший мальчик сегодня мы за эти два дня получили море удовольствия от общения с ним потому что действительно он такой sweet and nice в общем мы друзья как-то уже так сроднились что интересно потому что он рано посыпается мы поздно ложимся но как-то получается то ли он дает какую-то дополнительную энергию то ли что то что мы не ходим при этом вареные целый день он как-то наверно заряжает нас я не знаю даже да очень славный тысяч такой потому что перед тем как ехать на дачу потому что копать землю и он проснулся какой-то шнаутерский копательный копательный и он полезно зовут ярде очевидно его там не снивели нельзя его пускать палец где земля начал копать и он такой чистый корзин вдоль забора соседей а потом плюхнулся в эту пыль на которую там накопал так он еще же сын клей очень черная морда черная то есть он просто при этом он был очень доволен собой да а нам пришлось и мы его мыли конечно он и конечно ангел просто если не нравится человек он даже не сопротивляется хотя у меня будет очень неприятно но он звука не издает терпится более-менее так что у нас есть все причиндалы чтобы его купать у нас есть шикарная ванночка я на самом деле он просто очень довольна тем сколько мы всего купили для него и это делает нашу жизнь намного легче потому что например мыть собаку просто в душе где она стоит на полу ой как ладно да это нужно наклоняться очень низко мыть ее в корыте в каком-то непонятно куда будет сливаться вода то есть собака будет в этой воде стоять а я купила дивную совершенно складную ванночку который вода спускается там через шланг да в обычную ванночку нет это необычная собачья ванночка да нет из собачьей ванночки которая спускается в душ в душ и там есть специальные пристежки чтобы его пристегнуть чтобы он не попрыгивал и у нас есть гибкие шланги можно помыть там слушай у нас нет инструкций по части того в каком возрасте его надо первый раз стричь уже по-серьезному он сейчас таким шариком бегает дело в том что вот маленькие папики у них волосы еще не идут колтунами да но вот когда постарше становится уже становится более сухая кожа и они начинают убиваться в колтуны да и вообще тяжело за этим ухаживать поэтому вот более не более твой нож уже пора стричь его а его причёсывать как-то ты знаешь что это вот я хочу сказать еще что насчет причёсывания да я купил у нас есть столик на котором его причёсываем да я купила такую поворотную штуку где он стоит привязанный вот форму такую платформу она вращается ее типа можно повернуть любым боком да и первые два раза я его причёсывала у меня получалось исключительно я поворачивал тем боком которым нужно да ко мне и мне было всё удобно теперь у нас волосы с этой штукой да и каждый раз когда я платформу поворачиваю он на ней выкручивается так что с одним и тем же боком ко мне да получается что он управляет платформой а не платформа им да да ну умнеет умнее умнеет и в общем ну опять мы ту собаку отдавали всё время на помытку и на пострижку да потому что у нас мы не могли он был очень сильный нет ну там уже надо было уметь там просто так было не пострижку да ну и то мы тоже будем на глобальную стрижку там на ногти всё это будем отдавать его ну а по мелочи так уже просто помыть его посмотрим да ну что ж хорошо видно что кое-тех я не вижу чтоб он наблюдал именно за водичкой хотя он смотрит вперед я хочу сказать что сегодня кардинально меньше людей на улице чем вот например вчера мы выходили ты помнишь вот это наш дядька знакомый с мотоциклом шахматист да да со спасским дружил шахматистом американский гроссмейстер приезжает с гор на мотоцикле который стоит 25 тыс так вот и сюда как я начинаю понимать которые садятся на перед домом с вами да и смотрят на проходящие мимо не живу потому же там жизнь ну да да но вот он также зачем увидеть там тарасай да там прижать на людную улицу сидим здесь и кто-то ему скажет здравствуй пришел часто приезжает до ну и мотоцикл у него такой да нет чарли зубик чтобы на него посмотрел но абсолютно я сказал без какого-то интерес если бы он был просто на поводке может быть он бы там пошел его понюхать или там как-то его может ну пытался поиграться с ним но поскольку он изолирован сеткой проще это очень важно надо он должен видеть людей какие они бывают ведах лег мордой к нам пожалуйста привет такой позитивный по-своему невозмутимый то есть и что не на ворон и на собак ни на кого особо не реагирует то есть как-то так он конечно может прийти в состоянии возбуждения особенно если вокруг люди какие-то него тискают он тоже начинает возбуждаться скакать таким зайцем а еще знаете они же на четырех лапах норовят сразу прыжки такие делать вот не то что задними а так сразу четырьмя лапами раз как олень какой-то нет но на самом деле чем быстро бегает не так просто догнать его можно подозвать и вот так обмануть его подойдет да но в принципе начало такой тоже большой да у некоторых собачки они такие размером с крыску и там чуть больше а наш уже такой серьезный нет но он несерьезный черт уже уже серьезно он даже давай глянем что там с водой тут я вижу тут что-то такое бурное происходит сейчас ну да серферы серферы понедельник друзья люди пожалуйста на воде это у них тут и работа и фан я не удивлюсь если у них с собой лэптоп и они одновременно пишут год пока волна подойдет но это я утрирую домик так он наблюдает за ними но не очень не очень ему запахи запахи конечно конечно ему важно что он с нами и с вами дорогие друзья вот ведь он он чувствуется мы все вместе и поэтому так вот спокойненько не реагирует а вот хорошая волна идет много смотрим хорошая волна да и все это друзья мысли волна и много замечательных вещей которые денег не стоят вот мир океанская волна так ну что света скажешь а мы гуляем я хочу сказать что это хорошая идея была купить коляску потому что она все таки делает возможным и нам гулять и быть нам с ним иначе мы должны в любую его дома оставлять да я думаю когда мы будем с ним уже ходить на поводки по улице когда приедете пройдут он будет привлекать очень много внимания то что он такой очень сладкий особенно друзья американские дети это настоящие прямо разбойники они когда видят собачку они считают что собачка это их друг и норовят ее погладить ну в принципе положено спрашивать это можно вашу собачку попытать вот ну я думаю что нашего можно только раз очень радуется детям и взрослым и кого хочешь оближет просто по факту нахождение рядом и даже наш со светлой вроде бы уже мог привыкнуть что облизал продолжает продолжает облизывать при первой же возможности я сейчас покажу вот как тут пляж собачий пляж ведь много собак может и вы когда-нибудь туда будем ходить не знаю ну я не знаю там собаки же бегают ничего ну да когда короткошерстная собачка будешь там проще там она встряхнулась и вроде пошла и песок вымывать из шерсти да вот даже вот в понедельник друзья там вот десяток собак там носится с хозяев и вот на нас смотрят да вот так что это собачники друзья это как вот мамки песочницы пришли ведь там играются а мамки значит не стусят да у нас не было машины не было какая-то жизнь на уровне людей которые ходят пешком по улице ходят из дома и даже из подъезда там все такое прочее ты выходишь ты знаешь соседи здорово когда ты стоишь они едят машин ты их не видишь но ты знаешь человек который вводит машину он на самом деле замечает и тех кто на улице и тех кто за рулем а человек который машину вообще не будет он тех которые за рулем особо и не видит не замечает и сейчас та же самая история то есть вот ходят люди собаками они у нас не обращали внимания мы на них вокруг собака и они собак и уже все начинают заглядывать в колясо то есть тоже другой какой-то ты слышишь как помечены местные травки ну что же хорошо помечены накахана и